нож какой-то крутой наиболее часто задаваемый вопрос это что делать когда человек там снизу и часто много раз там начинается тыкать как швейная машинка я изучал приемы снизу бей чуть вниз сторону и за него может я держу я его не отпускаю руку есть возможность ситуации избежать так и поступайте посмотри по доме камеру если вам не надо никого защищать вам не хочется посмертно получать звезду героя и вы увидели нож то либо бегите либо берите в руки штакетину чувак отойди иначе буду работать с дистанцией по голове ну серьезно то есть вы должны создать преимущество если мы говорим о нашем скажем так интересе посмотреть поизучать биомеханическое взаимодействие между вами и человеком с ножом то мы можем поразбирать некоторые вопросы наиболее часто задаваемый вопрос это что делать когда человек там снизу и часто много раз там начинает втыкать как швейная машинка сейчас быстро не делать просто сам принцип когда зона поражения обычно отсюда виду не очень сильные мышечные группы включаются дистанции для него выгодное положение для него выгодно и что нам надо надо сделать на первую очередь надо сделать так чтобы он в вас нос не воткнул как это будет выглядеть схватите вы его остановите собьете вы его зайдете подарить его красиво филипинский там как моно пенисуальный ваша задача не попасть под нож опять же ребят уважайте свой собственный опыт у каждого есть какие-то наработки кто-то где-то тренировался занимался используйте всегда то что у вас есть то что касается раз рук убрал еще там ну как бы раз два три сделать 1 2 3 видно то есть будет буквально выбрать брушину пропором все значит моя задача здесь я на руку залип сразу более мишка я на руку залип сразу и сразу должен глушануть моя задача также нох я должен под фиксирует быстрее сделать сможешь я сделал должен под фиксировать сразу же отпускать его если я буду просто встречать Если я буду просто встречать, еще, бей, 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 встречать, он видно, ну, блядь, это ни о чем, он вам руки спорит и где-то будет доставать, да, поэтому, когда заходим, нож сразу руку забирать надо, то, что есть на каракте, то сразу бейте, локтем в голову, отошли кулаком в затылок, здесь я держу так, что я локтевым сгибом беру его запястье, я могу, сейчас, я аккуратно, я беру его в руку, рычаг, левой, ой, здесь, правой ногой контролирую, как только он отсюда попытается оттолкнуться, я ударю его в ногу, по колено, в голову, здесь я его поджал и плечо свое веду на него, а правую ногу отставляю, то есть я его заклинил, видно, отсюда опять же человека надо глушить, нож забирать, я руку поставил, я не рукой выдираю, я так разрежу ладонь, я поставил руку, видно, вот, рукоятка, пятка рукоятки, я сюда загнал, вот эту часть мышечную, и просто, я медленно, разворачиваю там не тычок, а плечевой сустав выходит значит, опять же, ваша задача, очень подвижный таз, очень подвижные ноги, когда идет удар вы должны убрать живот, убрать таз, очень быстрым движением вот она, работа, вот я вошел, видно, вот я перешел, здесь локоть поймался, если видно, вот его конструкция, смотрите, как она нога сидит, чуть вниз, в сторону, из-за него нож я держу, я его не отпускаю, руку, видно, ударили, развернули, добили не геросите, если, говорю, если никого не надо там защищать, никого не надо спасать, один на один, нож, какой ты крутой, блядь, бегите, ребят, либо камнем в башку садите ему, либо верещать начинайте, чтобы он был в шоке ну, то есть, да, вот там сейчас, ага, я изучал приемы, снизу бей, а сейчас, блядь если у вас появилась ситуация, вы как бы там, условно, встали в стойку, подняли руки, не держите руки к нему ладонями и венами если у человека режущий предмет, нож, там, бутылка битая, руки к себе и руки вот так пальчики чуть-чуть убрать и вместе держать, вот моя работа, видно, вот я его перевел то есть, раз, два, видно где нож, вот сейчас, смотрите, вот Мишка, как бы он хитрый, да если я сейчас начну давить плечом, он это рукой заблокирует движение вот этого звена, раз, сразу глушите, сразу глушите его туда глушанули, ударили, нож продолжаем держать, он сейчас сопротивляется трицепсом, видно, поддавливает на меня я хочу туда надавить, он туда, трицепс давит туда, мы развернулись, пошли туда, видно итак, если ручки здесь, режет, даю, сильнее, 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 сильнее то есть, понятно, движение будет сильным, таз убираю, локоть вниз и в сторону, видно, локоть вниз и в сторону видно, куда рука соскальзывает можно быстрее сделать быстро я дам быстрее еще туда смотрите, здесь видно, он опять же, сел удобно в ногах заряжен сюда шаг шагом рука аккуратно здесь глушанул, в ногу дал локоть забрал то есть, еще раз, вот его работа видно, где он оказался? в стороне, то есть, я давлю локтем вниз в сторону вот он проскакивает посмотри, подонок, в камеру можно зайти с этой стороны, но здесь немножко опаснее, если человек опытный, и вы здесь застряете, он на шею переведет он сделает раз, два резанет я сейчас покажу давай то есть, я раз, вот он перевел поэтому руку, чтобы она не пошла вверх, мы должны остановить другой рукой бей я аккуратно посажу смотрите, опять вот рука идет, смотрите я держу колено падает на голову, на самом деле просто я не буду сейчас падать но колено идет на голову рука при этом видна на контроль еще, ребята, опять же учитывайте состояние человека, который к вам проявляет агрессию если он в состоянии какого-то там опьянения, он боли не чувствует он ее не чувствует поэтому здесь либо надо выключать компьютер либо выключать суставы так, чтобы они просто перестали быть функциональными короче, робота поломать этого надо если человек ну в состоянии более-менее адекватным можно нарабатывать жесткие встречи с ударами то есть я как бы испугался задача я вхожу я вхожу и сбиваю но при этом видно таз я убираю я обязательно убираю кентюк свой все что наел непосильным трудом должно убегать обязательно вот он бьет убрал ударил ударил вот эта вещь когда сейчас двумя руками остановили вот сейчас я еще нож на себя тянет и прорезает мне руки как вариант либо я его остановил двумя руками хоп нет это естественно спасибо тебе сказал воспитанный интеллигент с бородкой как себя ведет не понятно смотрите я остановил стоп ничего не делаю теперь этой рукой сбей мне эту руку в сторону и дорежь дальше и все вся моя защита вот на этом скрывается перекинуть может да да легко если он бьет сверху я я подставку сделал раз он на себя нож берет и режет здесь там есть еще детали да вот поэтому я встречаю когда вот он в сторону идет видно обязательно я встречаю и в сторону отдавливаю либо если он идет сверху я встречаю вот он у меня видно то есть я должен дать поправку траектории и удар будет быстрый сильный он будет продавливать если я не прорезу поставил он продавит раз бывали случаи а когда на жесткую подставку нож просто вылетает ну это да я хотел показать у нас товарищ так глаз потерял один там просто распускаются руки и ножик продолжает на тренировке было два были штик-ножи кто знает что такое штик-нож там рукоятка очень скользкая как только ручки вспотели она выскальзывает поэтому здесь когда человек бьет смотрите опять вот я разворачиваюсь видно у меня как масса идет то есть я я не руками отмахиваюсь а я и ухожу видно и встречаем если аккуратно нож тазом подбил здесь я локтем встречаю если я заморозился сейчас просто в ногу да да засадит в ногу видно поэтому это есть бедро сюда нога сюда вот я его отсюда видно здесь я уже на колено буду сажать позвоночником то есть я должен убегать я должен понимать что нож в руках у человека он всегда опасен какой бы там мастер кунг-фу не был и он всегда зарежут не сомневайтесь поэтому мы всегда сваливаем мы понимаем какова траектория видно я всегда в сторону ухожу всегда мы уходим обязательно на месте не стоим как в ударке мы не стоим руками не отмахиваемся мы не успеем дернут покажут и пробьют так же и с ножом то же самое ребят нож можно встречать достаточно жестко но опять же удар я веду у меня как бы корпус должен пойти и это надо натренировать чтобы успеть потому что если ты не успел где-то угол не высылал он продавит плечо воткнет он руку порежет поэтому здесь я иду видно куда я его плечо выламывает можно поставить колено рвануть руку локоть на опоре рука сюда его так же встреча создается давай я уже захожу вот я убью сразу нож на контроле вот он в ногу не буду бить но буду бить осаживать Рома теперь понимает да то что касается наших любимых вопросов порежу да да действительно опасная вещь прямо на самом деле да вымахив тормозим просто тормозим как можем перехватываем подхватываем человек поджался мышцами видно что он плечом животом от себя я защищаюсь да как бы дыхусь руку на контроль взяли чтобы нож по ноге не полоснул переложили еще раз раз и сюда вот он видно я держу его в ногах уперся массой раз подтянул то есть понимаем зону поражения опять же смотрите тык 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 аккуратно я успел тут убрать хорошо смотрите встретил переложил вниз ударил ударил не задел нет я успеваю убирать голову пока я успеваю убирать голову да то есть опять же мышечными частями режь мышечной частью видно куда я положил здесь подержал здесь вошел здесь вошел можно если вы чуть в довороте опять же вот она вниз видно ушла здесь я палату дал здесь дал конечно я дам вот движение видно тормознул довернулся локоть забираю встречаю надо чуть на него сюда но еще раз повторяю ребят все это это здорово для расширения кругозора есть возможность ситуации избежать путем увеличения скорости мелькания пяток так и поступайте и и бьет он как-то чуть-чуть начинает сигналить вот на эти внимание на эти моменты обращайте внимание вот он и только плечо оно чуть-чуть замахнулось это как в боксе правой прибой нельзя стягивать нельзя стягивать как стоял так и кидайся нельзя замахиваться как стоял да нельзя заряжать я могу зарядить показать боковой ему дать обмануть но если я по-честному так ну он увидит за километр встречку пробьет там двойку-тройку десятку пятидесятку и победит поэтому опять ваша задача ноги, корпус вы его чувствуете он что-то бьет видно то есть в первую очередь ушли здесь чуть поджал зарядил ногу вот удар то есть я вот держу его плотно здесь у меня контроль он ножом из под руки же может покинуть я плечо ему не даю видно здесь я бью Миша бить не буду я аккуратно положу на кропадок туда его обязательно глушите чтобы он не мог встать и продолжить вас резать в баме вау вероятно а с üşбой Продолжение следует...